друзья всем привет вы на канале вязание не только меня зовут алена очень многие из вас спрашивали почему такое долгое отсутствие на канале алена где видео с выставки так далее друзья ну конечно выставка заняла три дня с утра до вечера мы были на выставке очень много было дел очень много нужно было всего сделать и потом когда закончилась выставка на следующий день естественно у меня была уборка сортировка всей продукции все коробки надо было убрать плюс делать инвентур потому что некоторые товары я еще брала из магазина и все это заняло время ну и потом у меня совпало день 8 марта это было начало выставки и также я запустила такую праздничную акцию себя в магазине поэтому нужно было пополнить ассортимент и мы с домиником потом еще на прошлой неделе два дня красили пряжу я хочу вам показать какие цвета окрасил доминик это такие яркие сочные очень насыщенные красивые цвета кстати кто подписан на мой инстаграм вы уже это все видели кто на мой инстаграм не подписан друзья пожалуйста подписывайтесь в инстаграм я сразу публикую все посты все свежие фотографии все новинки рилсы видео и публикации делаю и так далее поэтому если хотите быть сразу в курсе всех новинок всех событий то пожалуйста подписывайтесь и ссылку я оставлю в инфобоксе смотрите какие яркие сочные цвета сделал доминик ему очень нравится он сказал мама ну весна же надо делать яркие красивые краски очень все такое знаете прям цвета такие классные классные сочетания очень интересные он делает не очень-очень нравится вот такая красота и вот мне тоже очень понравился такой прям благородный оттенок и я тоже окрасила некоторые пасмы а по вашим просьбам это ранее коллекции я повторила я сделаю гиацинт вот из которых связаны носочки которые мы вяжем моей носочной группе подробный мастер-класс также еще я окрасил малину в шоколаде очень многие из вас спрашивали вот она малинка вот он шоколад вот такие носочки я вязала здесь я использовала еще вдобавок другую пряжу компаньон но вы хорошо видите вот эти вот переходы и вкрапления также я покрасила вот такую пасму это тоже из моего раннего окрашивания ирина использовала это прекрасно для жаккарда в носочках и тюльпаны друзья тюльпаны тоже яркие сочные весенние такие и это вот ирина использовала вот такую пасму тоже в носочках у себя в жаккарде я же вязала наподобие с такой пасмы вот такие носочки с вот таким клином и округлой пяткой это тоже в моей группе по носочкам и конечно многим из вас полюбившиеся рыжики это классный такой ярко-морковно-оранжевый цвет со светлым переходы белого и вкрапления вот такого нежного фиолетового я бы сказала да фиолетовый лиловый кстати из этой пасмы вязала эльвира носочки с жаккардом очень классно они смотрятся я обязательно вам ставлю фотографию друзья еще приготовила я три пасмы вот это попугай из которых я вязала свой карди моне вот я повторила это тоже из моей ранней коллекции пожалуйста проходите все уже на сайте магнолия обалденный просто переход я балдею это настоящий цвет цветение магнолия кстати прогуливалась сегодня утром я сняла для вас именно вот эти цветы они еще не распустились полностью такие уже красивые бутоны и я вам это коротенькое видео тоже сюда вставлю вышла на прогулку и увидела такую красоту думаю запечатлили и вам вот эти вот распустившиеся бутоны еще не распустившиеся но уже вот 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 красоту прям смотрите какие краски я так обожаю эти краски я даже пряжу покрасила цвет магнолия все переживаю потому что у нас каждый год как только магнолия зацветет морозы я очень-очень надеюсь что в этом году будет тепло какая же она красивая когда полностью все цветы распускаются это как будто такой огромный шар вот в таких розово каких-то светло-сиреневых светло таких вот нежных нежных тонах красота же ну и вот этот вот насыщенный такой темный благородный цвет тоже очень многим из вас побившийся я тоже окрасила друзья проходите на сайт все все увидите на сайте ну что из готовых работ у меня ничего нет потому что естественно занималась выставкой занималась окрашиванием делала домашние также дела которые на это время были немножечко отодвинуты на второй план а домашние дела никто не отменял естественно поэтому пришлось все наверстать и закончила работу это вот такие вот носочки из остатков пряжи я вязала я вам показывала это без резинки с роликом я вязала и это абсолютно два одинаковых носочка те носочки которые я вязала разные помните вам показывала в предыдущем видео их на выставке купили что меня очень очень порадовало и сейчас нюхаете носочки как же они приятно пахнут я постирала их мылом помните я показывала также предыдущем видео что я получила мыло на пробу от мастера это мыло ручной работы кокосовая с легким нежным таким запахом лаванды и вот постирав эти носочки я как раз сделала пробу мне очень понравилось очень пряжа стала такая мягкая распушилась знаете ну так сильно может быть не видно но она стала такая шерстистая пушистая и мне понравился запах именно и потом даже знаете я постирал эти носочки и потом я весь вечер сидела мне прям руки пахли приятный ненавязчивый нерезкий не не такой знаете неприятный а именно приятный мягкий нежный запах был мыло и легкая такое знаете вот легкий запах лаванды просто очень-очень легкий мне это очень понравилось и носочки очень приятно пахнут конечно запах шерсти естественно здесь же 75 процентов шерсть в составе и вот этот запах мыло очень классный так что мыло я думаю что ближайшее время будет в моем магазине тест это было прошло замечательный мне очень понравилось и конечно буду еще стирать джемпер я вам уже говорила да а значит по джемперу как я продвинулась я уже связала спинку сегодня буду обрабатывать горловину я надеюсь по планам у меня тогда я не буду сейчас планировать все может быть все может измениться как всегда знаете но все-таки по плану у меня сегодня обработка горловины и начну вязать рукава в общем продвигаюсь также я вчера еще перемотала пряжу помните тайная коробочка у меня был в моей тайной коробочке был ярко желтый такой буклированный махер я уже один перемотала в бобик и сегодня буду вязать образец что это будет это будет плечевое изделие я думала размышляла и я пришла к такому мнению что у меня нет жилета и я очень хочу на весну связать такой яркий красивый жилет и потом у меня такая мысль что я буду его демонстрировать с блузкой а я думаю что желтый с синим очень прекрасно комбинируется это замечательные два цвета компаньона и с джинсами это будет великолепно смотреться в общем если у меня весь этот образ получится то конечно вы увидите это все когда уже все будет закончено мой конечный результат поделилась с вами также и планами да кстати по моей группе носочки очень многие меня спрашивают группа не закрывается я не закрываю группу группа продолжается я также буду пополнять ее другими мастер-классами поэтому если вам интересно пожалуйста вы можете в любое время к нам присоединиться группа проходит в telegram по всем заявкам по всем вопросам вы можете написать мне либо в telegram либо пожалуйста в instagram ну а теперь непосредственно о выставке друзья я приготовила здесь шаль которая на выставке просто знаете но не могу сказать что фурор произвела это конечно было бы слишком громко сказано но в любом случае привлекла интерес очень многих посетителей и покупателей вы видели опять таки кто подписанному инстаграм я выставляла рилс и я этот рилс я вставлю здесь видео кусочек да вы можете посмотреть у меня как раз на столе была вот так вот расстелена это шаль и сверху стояла корзинка с носочками все подходили именно в этот в это место к этому уголку рассматривали эту шаль даже просили меня ее снять показать и конечно интересовались носочками друзья эту шаль я вязала в прошлом до в прошлом году это было весной я связала эту шаль у меня есть также видео такой коротенький рилс в instagram где регина демонстрирует эту шаль и на себя ее накидывает я тоже постараюсь это видео вставить и очень многие меня спрашивали именно о комбинации вот этих цветов цветов то есть как я подбирала цвета ну так как вы знаете да кто давно со мной и вы знаете как я вязала эту шаль что это были просто остатки у меня была такая корзинка с остатками и я просто решила именно шаль связать в этой цветовой гамме чтобы были вот переходы например оранжевого красного серого и дальше светло-серого темно-серого даже вот у меня здесь идет по окантовке немножечко черный с бордовым и вот как ни странно именно она привлекала внимание и такой знаете интерес посетителей конечно следующие работы которые очень много притягивали к себе взгляды покупателей интересы вопросы это были носочки и вины самые популярные которые все смотрели это вот эти сочетания смотрите друзья вот эти сочетания наиболее популярность спрашивали а что за пряжа а какая здесь комбинация а то есть вот например это коричневый а 3 куда и здесь вот макароны вот смотрите как смотрится да то есть и вот эти вот пасмы все которые у меня были на выставке их купили все я не помню на выставку я по моему 9 или 10 штук я покрасил общем они на выставке ушли все потому что всем вот понравилось именно как это смотрится и знаете очень многие коренные немки они тоже умеют вязать жаккард не только же мы умеем это вязать многие тоже умеют и жаккард вязать и прекрасно носки вязать и поэтому кто умеет вязать жаккард вот они интересовались вот этими сочетаниями вот этими цветами женщины любят яркая да и сейчас весна хочется чтобы красиво это все и контрастно наверное достаточно контрастно смотрелось именно в жаккарде поэтому вот такие вот цвета привлекали большое внимание и также очень многим понравился а вот это вот сочетание такого болотного темно-болотного светло болотного с вот таким вот сиреневым сиреневым немножечко с фиолетовым подтоном сочетания очень многим ну и конечно интересовались спрашивали вы знаете выставка для меня прошла очень эмоционально во первых я переживала в первый день меня прям у меня прям холодно было так знаете и с утра когда мы ехали на выставку купили кофе булочки меня так немножечко потрясывала потому что я переживала я волновалась это первый раз не знала как это будет я никогда этого не делала ну и конечно первый раз это всегда думаешь хочется сделать лучше хочется чтобы все было хорошо но так на самом деле не бывает естественно естественно когда первый раз даже и второй и третий всегда где-то замечаешь какие-то свои недоработки всегда думаешь и потом уже понимаешь над чем нужно работать да что нужно сделать еще лучше допустим да и я не исключение естественно я тоже сделал свои выводы из этой выставки я могу сказать что в общем и в целом конечно очень многие меня спрашивали алена остались ли вы довольны как вам понравилось друзья в общем и в целом я осталась очень довольна моя цель которую я себе поставила на выставке она была достигнута потому что самым было самой главной моей целью это было знакомство с покупателями знакомства с посетителями презентация моего магазина презентация моего товара а как можно больше посетителям и людям и покупателям которые подходили к моему стенду рассказывать о моей пряжи раздавать карточки рассказывать о моем интернет-магазине естественно вкратце что я крашу пряжу потому что многие спрашивали это вы красите да очень многие ведь магазины пришли например на выставку с товаром других производителей то есть если вы допустим продаете пряжу ручного окрашивания не говорит о том что вы ее сами окрашиваете вы можете у кого-то ее закупать допустим и продавать да как делают очень многие магазины и поэтому мне было приятно рассказать своим покупателям что это пряжа моего ручного окрашивания что мне помогает сын и вы знаете даже такой приятный момент был когда приехала посетительница вообще она для меня герой была дня потому что они с мужем приехали за 300 километров чтобы посетить выставку непосредственно увидеть меня со мной познакомиться сфотографироваться конечно вы это все увидите видео очень эмоционально было на выставке потому что выставка начиналась 10 часов и заканчивалась в 6 часов но естественно мы ехали на выставку заранее хотя это недалеко здесь от нас но тем не менее чтобы подготовить товар каждый день я товар не собирала не убирала и не раскладывала ну кое-что то есть может быть какие-то мелочи в основном все накрывалась просто и оставая оставлялась до следующего дня а что можно сделать лучше на чем нужно поработать какие были плюсы какие были минусы именно для меня как для магазина понимаете именно с профессиональной точки зрения не просто как вот я пришла на выставку ах как было хорошо и прекрасно столько-то людей пришло там и так далее и так далее да или там столько-то было покупок столько-то купили нет были еще очень такие тонкости и нюансы которые были именно связаны непосредственно профессионально с магазином поэтому если у вас есть какие-то вопросы именно в профессиональном смысле если вы например тоже магазин или вы тоже хотите пойти первый раз на выставку и если вы хотите получить от меня консультацию я могу ее провести в частном порядке вы можете заявку написать мне в инстаграм и это была выставка не только по вязанию или по пряже то есть креативное место это как знаете выставка ремесел в общем выставлялись магазины или маленькие предприниматели вот как я до частные предприниматели не какие-то крупные фирмы и крупные фирмы в том числе то есть все были и это было знаете вот кто на что гораст то есть были там например фирмы которые варят мыло они значит предоставляли продукцию мыловарение мыло ручной работы потом были к примеру ремесленники кто работает с деревом были какие-то фигуры из дерева часы какие-то корабли фрегаты из дерева модели которые можно самим собрать то есть да там вот пакеты продавались потом мне конечно не было времени чтобы так гулять как посетитель по выставке но тем не менее перед открытием и после закрытия немножечко я все равно пробегала и старалась хотя бы чуть-чуть для вас поснимать разнообразие товаров такое было очень было интересно и знаете я хочу сказать что моя огромнейшая благодарность и низкий поклон моим зрителям моим посетителям моим подписчикам которые приехали ко мне именно увидев мое объявление в youtube когда я сказала что у меня выставка если вы хотите меня поддержать и посетить пожалуйста приходите и я даже не ожидала я даже не ожидала друзья мне писали несколько может быть 23 человека мне писали в инстаграм что алена я постараюсь прийти если получится я приеду там вас поддержу и так далее но что столько приедет людей я не ожидала это было в субботу в субботу просто я думала что приехали все вы знаете и один раз даже был такой момент когда было человек 10 или 12 и все были около моего стенда это были все мои зрители все мои подписчики и все со мной фотографировались и другие посетители которые мимо проходили они не понимали что за звезда здесь и почему с ней все фотографируются а мы ее не знаем это было знаете и немножечко знаете так очень интересно да потому что я представляла себе глаза других посетителей которые мимо проходили допустим да они так у них такие взгляды бляжа что происходит здесь почему с ней все фотографируются что это столько людей здесь но было очень интересно и конечно колоссальную поддержку просто я получила вот мега поддержку это от всех моих посетителей которые меня посетили в субботу и все знали что у меня был день рождения 3 марта и некоторые даже привезли мне подарки алена вот вам подарки с вашим прошедшим днем рождения меня поздравляли это было конечно что-то очень неожиданно это было очень приятно это было очень эмоционально для меня вот самый эмоциональный день это был суббота потому что Ну, это было круто очень и неожиданно, и это были, конечно, такие очень положительные эмоции, и все, кто приехал ко мне, все обязательно покупали Алена, мы посмотреть, мы пощупать, и я вот поняла все-таки, как важно, когда интернет-магазин, это прекрасно, когда я вам показываю через камеру, вы тоже можете сделать представление, какие сочетания цветов, и очень многие мне сказали, Алена, нравится, когда вы цвета показываете, вот именно ближе в камеру, когда вы показываете, какие здесь сочетаются цвета, какая комбинация, рассказываете и так далее, потому что на сайте очень часто фотографии и мониторы искажают цвет, искажают вот эти все переходы, и когда пасмы просто лежат с одной стороны, да, то не всегда получается посмотреть, какой, допустим, здесь переход и так далее, и очень для многих это было важно, именно пощупать, посмотреть, очень многие сказали, Алена, вот что меня, кстати, порадовало, потому что часто меня спрашивают, а как вы фотографируете, вы обрабатываете фотографии, или там вы с подсветкой специальной, и так далее, и так далее, нет, я уже говорила не один раз, что я ничего этого не делаю, я стараюсь фотографировать рядом, около окна, чтобы падал дневной хороший цвет, чтобы он был не слишком яркий, чтобы не преломлять именно цветовую гамму в пасмах, но я стараюсь передать именно цвет таким, какой он есть, без прикрас. И мне очень приятно, когда получают мой товар, мои покупатели, потом мне пишут, Алена, я получила вашу пряжу, она еще красивее, чем на фотографии, то есть вот этот эффект мне очень нравится, я не хочу делать наоборот, слишком красивую фотографию, чтобы потом человек получил и сказал, слушай, а фотография была красивее, чем пряжа, вот для меня важнее пряжа, красивее, чем фотография, натурально. Поэтому очень многие приехали и посмотрели, пощупали, сделали покупки и советовались, и общались, и фотографировались, и очень это такие были, знаете, положительные классные эмоции, мне очень-очень это понравилось. Конечно, главный вопрос, Алена, оправдали ли вы те вложения, которые вы сделали в свою выставку? Конечно, нет. Друзья, это первый раз, это из области фантастики, если кто-то в первый же раз оправдает все свои затраты, тем более, что нужно, чтобы оправдать затраты, все продать в ноль, а все в ноль не продается, все равно остается товар. И, наверное, у многих тоже возник вопрос, Алена, ну если остался товар, зачем же вы тогда окрашивали пряжу, вы могли этот товар, который остался, допустим, добавить на сайт? Друзья, не совсем, потому что у меня еще одна приятная новость, после того, как я еще даже не посетила эту выставку, меня уже пригласили на следующую выставку, которая пройдет в Оберсторф, это полтора часа от Аугсбурга, и называется эта выставка «Альгоя на Душтихе». Кстати, у меня где-то здесь была бумага, где у меня это все написано, да, вот сейчас, секундочку, я вам покажу. Все дело в том, что когда вы подаете заявку на какую-то выставку, вы сразу в списке участвующих, и другие организаторы, которые организовывают другие выставки, они между собой тоже все знакомы, они заходят, эти списки смотрят, если они видят кого-то, кто их заинтересовал по товару, допустим, или магазин заинтересовал своей продукцией, то, значит, они с вами связываются и присылают приглашение. Мне было очень приятно, что меня, значит, организатор, вот, пожалуйста, показываю, как называется, видите, «Альгоя на Душтихе». Организатор этой выставки пригласила, написала, я получила письмо по электронной почте, что, уважаемая фрау Абель, я увидела вас как участника, значит, на выставке в Аугсбурге, и хочу пригласить вас в апреле на выставку, значит, Оберсторф. Выставка эта будет проходить 13 и 14 апреля, и мы туда вместе с Робби едем, и, конечно, тот товар, который у меня остался, он у меня, значит, поедет на следующую выставку. И мне будет тоже очень интересно побывать на другой выставке в другом городе, тем более это деревня, это небольшой такой городок, или если по, может быть, российским стандартам, может быть, это, ну, типа, поселок городского типа, ну, как-то так, но вообще Оберсторф – это дорф, то есть это деревня, там очень много туристов, очень многие приезжают туда, значит, чтобы погулять по горам, провести выходные. Там живут, ну, состоятельные люди в деревнях живут, имеют такие большие дома с большими дворами, то кто-то даже занимается животноводством и имеет скотину, и мне будет интересно, потому что это совсем другие люди, это не такие люди, как в городе, мне будет интересно там побывать, а еще, почему мне интересно на этой выставке, я сразу согласилась побывать, потому что вот где я сейчас была, это выставка ремесел, как я сказала, что там было все, а здесь именно на Дальштихе, то есть здесь будет именно пряжа, все темы по вязанию и по шитью, то есть это такая узконаправленная будет выставка, и мне тоже очень интересно в ней поучаствовать. И с теми продавцами, с которыми я познакомилась в Аугсбурге, они тоже идут на эту выставку, и мы там тоже встретимся. И, конечно, огромная благодарность всем, кто мне помогал в этом предприятии. Самая большая, огромная благодарность мне Ирине, потому что Ирина также не просто вязала мне носочки, она еще и со мной была всю субботу и все воскресенье. Она мне очень помогла, она меня поддерживала, и одна бы я не справилась, потому что это тяжело одной на выставке. Также помогал мне мой муж Робби и Доминик тоже, они меня тоже поддерживали, помогали. Друзья, я также сняла видео о подарках, и вы сейчас все увидите, видео с выставки, как мы все это готовили, сколько было посетителей, все фотографии, все видео. Я все-все вам покажу. И желаю вам приятного просмотра. А мы с вами увидимся в следующих видео. До новых встреч, пока-пока. Друзья, всем привет. Вы видите, где я нахожусь? Я нахожусь на месте. Вот, начинаю потихонечку все здесь раскладывать. Могу сказать, что холодно здесь, в этом зале, да. Но пока холодно, потому что все были двери открыты, все заезжали на машинах. Я надеюсь, что завтра включат, может быть, отопление, но будет потеплее, потому что я хотела что-то вязанное надеть, но не знаю. Придется, наверное, свою жеваную овечку надевать. Он теплый свитер, хороший. В общем, друзья, я сейчас все здесь делаю. Роби еще поехал кое-что из дома забрать. И потом я вам сейчас переключу камеру, покажу, как это сейчас выглядит. И потом, конечно, покажу вам, когда уже будет все готово. Вот мое место. Я взяла 4 метра и 2 метра сюда, да. То есть, вот моя граница здесь. И вот где соседи как раз стоят, да. Здесь манекен. Еще надо нарядить манекен. Здесь начинаю потихонечку все раскладывать. Внизу у меня еще будут коробки стоять. А вот эти большие коробки, то, что у меня не поместится здесь на стенде. И на столе, значит, будет стоять под столами. Все это будет накрыто белыми скатертями до пола. Чтобы все было аккуратно. Вот как здесь. Ну, тут вот там белое, здесь серое. У меня все будет белым. И как бы будет здесь все закрыто. Здесь еще Роби сейчас привезет еще один стол. Вот. И думаю, что да. Вот так потихоньку все сделаем. Вот там коробка пряжи. Это моточная. Здесь окрашенная. Здесь окрашенная. Здесь окрашенная. Здесь тоже окрашенная. Ну, а здесь такие всякие мелочи. Еще завтра кое-что надо будет взять. Вот. Про какие я вам говорила решетки. Вот решетчатые. Вот эти вот. Можно собирать вот такие. Ну, как типа ящички. Да. И можно так же сделать как стену. Вот мы с Роби решили сделать здесь. Потому что она, ну, не такая уж стабильная. Да. Поэтому для стабильности мы решили здесь сделать вот так, чтобы более стабильно было. И здесь с этой стороны. А посередине все вот это вот с крючочками. Ну, и да. Работаю дальше. Все, друзья. До следующего включения. Вот. Вот так я его оформила. Смотрите. Здесь проектные сумки. Здесь у меня с той стороны, чтобы люди тоже могли смотреть на крючках. Шестинитку я повесила. И немножечко повесила тоже еще носочку. Здесь у меня фляеры лежат. Это приглашение на следующую выставку. Потому что меня пригласили уже на следующую выставку. И вот я получила фляеры. Тоже можно раздавать здесь посетителям, покупателям. Проектные сумочки вот здесь на столе. У меня открытый вход. То есть люди могут зайти. Они могут посмотреть, пощупать, спросить у меня, что за состав, как можно комбинировать, для чего. Вот здесь минисы. Внизу немножечко. Там еще шестинитка лежит. Здесь в коробочках всякие мелочи, принадлежности. Это носочка, журналы. Вот, значит, цена. Цену я вот так вот цену повесила. Здесь все тоже уложила. Ну и тут мое вязание я с собой взяла. Здесь вот мои вязалки. Вот у меня манекен. Я его сегодня наряжала. Манекен вот так. Вот шапочка Наташи. Там вот джемпер. И вот здесь такая зона у меня. Сразу открывается. Посетителям, да. И здесь презентация всего товара. Пряжа, носочки. Вот. Шапочки. Носки. Вот Ириныны носки. Мои носки. Ну и здесь тоже маленькие принадлежности. Аксессуары для вязания. В общем, вот так это выглядит. Друзья, смотрите. Я взяла 4 на 2 метра. Вот. Пожелайте мне удачу. У нас уже выставка открылась. Уже немножечко посетителей здесь. Поэтому я хочу быстренько снять. Пока еще так начало. Еще более или менее спокойно. Жду покупателей. Друзья, ну посмотрите, какой случай. Меня посетила моя зрительница. И она даже не из Аугстбурга. Сначала мы разговариваем на немецком. Все разговариваем. А потом... Как вас зовут? Представьтесь. А потом Татьяна говорит. А вообще-то я на вас подписана. Я вас смотрю в YouTube. Друзья, как приятно. Вот такая поддержка уже от моих зрителей ко мне пришла. Спасибо вам большое, Татьяна. Спасибо. Я тоже рада вас видеть и с вами познакомиться. Спасибо. Пришли посетители. Привет. Ирину вы уже знаете. Моя зрительница. Как вас зовут? Оля. Вы на YouTube подписаны на мой, да? Да. На YouTube. Вот с YouTube канала. Вот Ирина. Я не могу подписаться. Подписаться? Сейчас скажу. Карточка, пожалуйста. Подписывайтесь. Спасибо. Вот еще новый зритель. Я тоже уже так привязала, но я в нее дальше уже... Так а где она? Я в нее дальше уже подарила. Молодец, молодец. Классно. Ну? Вы пришли. Вот пришли посетители ко мне поддержать меня. Видите? Мои подписчики дорогие пришли. Спасибо. Спасибо. Очень приятно. Мы сегодня с Ириной. И вот у нас начало как раз только открылись недавно. Ждем посетителей и покупателей. Представляете, моя зрительница специально приехала на выставку, чтобы познакомиться, увидеться, сфотографироваться. И ехали издалека, 300 километров. А из какого города вы приехали? Баден-Вертенберг. Баден-Вертенберг. Кто приехал посетить меня? Таня и Наташа. Мои постоянные подписчики, мои постоянные покупатели, клиенты. В общем, очень-очень приятно. У меня такая поддержка сегодня уже. Уже Ирина из Минхена приезжала. Еще другие тоже приезжали. Ирина из Минхена приезжала. Вообще. Вообще. Много поддержки. Вообще прям. Круто, круто. Спасибо, девочки. Спасибо. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Оля. Вы издалека или из Аугсбурга? 100 километров. 100 километров приехали. Спасибо большое. Спасибо. Вот моя крутая такая поддержка. Вы посмотрите. Вы посмотрите. Нет, ну вы только посмотрите. Конечно, сейчас научим вязать все. Спасибо большое. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 коллекция очень хорошая, потом, конечно, пряжа носочного состава, и вот, вот, кстати, видите, пушистиков сколько, видите, какая коллекция, это все, все, все пушистики, все, и вот здесь вот мериносик тоже, обязательно я взяла с собой свой свитер, свою желудную вещь, все трогали ее, все ее тут щупали, очень понравилось, и я хочу вам кое-что показать, я познакомилась с некоторыми участниками, это немцы, коренные немцы, тоже красят пляжу, я с ним познакомилась, но я их сейчас снимать не буду, я вам хочу другой штант показать, я познакомилась с одним мастером украшений, зовут ее Ольга, и мы сейчас с вами прогуляемся туда, и я покажу вам красоту, это просто глаз не оторвать, просто красота. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, очень понравились ваши украшения, это все ручная работа, спасибо, я ссылочку оставлю на ваш магазин, друзья, хочу вам немножечко просто снять, вот так помещение, это огромное, огромное вот такое хале, ну как называется помещение, видите, называется Креатив Марк, поэтому здесь не только вязание, здесь очень много разных вещей, также вот многие делают мастер-классы, называется это воркшоп, можно записаться, кто-то для детей, кто-то для взрослых, кто-то шьет, кто-то там, вот видите, например, рисунки на камнях, потом я видела, например, мыло, мыло варенье, там тоже дети занимаются, ну очень много интересного, также можно перекусить, вот здесь, например, кому интересно, кто шьет, вот какие-то курсы для портных, вот мы здесь, видите, с Ириной, здесь тоже, вот, например, здесь вот машинки даже стоят швейные, очень многие шьют, например, женщины, или хотят попробовать, вот дети плетут макраме, видите, огромное, огромное, огромное здание, не такая месса, это Креатив Месса, она тоже проходит еще и в других городах, конечно, не только в Аугсбурге, в декабре, вот, например, она была в Мюнхене, вот, например, наши соседи, у них огромный, огромный, огромный штант, огромная площадь, они, например, вот из Голландии, вот мужчина с аппликациями для футболок, он тоже из Голландии приехал, тут уже познакомились с соседями, вот, а это мы здесь, видите, нас вы уже знаете, смотрите, кто пришел, Нина пришла, наша Нина, вы же помните ее с наших встреч, она всегда приходила, пару раз не было, потому что с отпуском совпало, а вот в декабре Нина, к сожалению, не знала, но ничего, будет еще встреча, мы обязательно увидимся, да? Всем привет! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok